Приветствую вас и давайте мы с вами разделим проблему, которая у вас есть, на несколько составных частей. Первая часть будет то, что у вас, вообще-то говоря, произошел развод. Развод сам по себе является достаточно травмирующей ситуацией. Развод сам по себе является очень тяжелым морально обстоятельством для жизни и, в частности, очень тяжелым обстоятельством для вас. И, поскольку вы пишете, что вот после развода у вас началось так, начало так происходить, что вы вроде бы начинаете отношения, но при этом до свадьбы у вас все хорошо, а после свадьбы начинаются проблемы. Вот давайте мы попробуем с вами сказать так. Дело в том, что вами движет, скорее всего, не что иное, как страх. Перед чем этот страх? Этот страх перед тем, что может повториться та самая ситуация, когда вы, по сути, оказались абсолютно полностью беспомощной и, возможно, брошенной, а даже невозможно, а скорее всего, так все и было, что вы были брошены своим молодым человеком. Вот это ключевой момент. То, что у вас есть какое-то негативное обстоятельство, наступление которого вы для себя не желаете. И именно оно, это самое обстоятельство, блокирует все ваши усилия по выстраиванию новых отношений. Это первое, с чем нужно разобраться. То есть, есть определенный страх. Этот страх, условно говоря, вам мешает очень сильно. Он не дает вам нормально, спокойно жить. Он не позволяет вам как-то выстраивать отношения нормально, продуктивно. И здесь нужно просто-напросто анализировать. Во-первых, на каком этапе происходит, скажем так, шаг назад. То есть, вот, в каком моменте появляются проблемы. Это первое. Если мы сможем выделить общие признаки того, что предвосхищает, скажем так, вашу вот эту вот негативную реакцию, если мы найдем какие-то обобщающие моменты, это поможет нам лучше понять, что же с вами происходит. Что-то, что именно не так идет, вследствие чего все ручится. Если это страх, то к страху существует несколько подходов. Очень множество, вообще говоря, способов по работе со страхом. И я также могу предложить вам как минимум три. Это субъектный, объектный и ситуационный подход к решению проблемы страха. Но нужно для начала вообще выделить, если у вас такое. Может быть, дело совсем и не в страхе. Может быть, дело вообще в чем-то другом. Например, в каких-то желаниях. Или, например, в том, что вы опасаетесь чего-то. Ну и так далее. Причин может быть много. Важно выделить. Выделить обобщающие признаки, которые помогут нам как раз-таки определить, что же с вами происходит. Это первый важный момент. Второй, второй не менее важный момент заключается в том, что, значит, вы развелись. Какие причины, условно говоря, были для этого самого развода? Были ли они в достаточной степени проработаны вами? Были ли они в достаточной степени выражены вами? Были ли они отпущены вами? Потому что, если нет, то тогда эмоции, которые у вас остались нереализованными в процессе развода продолжают жить в вас, и, будучи нереализованными, они не могут найти выход, вследствие чего вы и переносите вот этот самый массив нереализованных эмоций на новые отношения. Может быть, вы как-то, значит, сравниваете мужчину, с которым встречаетесь, сравниваете его со своим беглым мужчин, с которым у вас ничего не получилось. Может быть, что-то еще, все, но это тоже имеет принципиальное значение. Принципиальное значение, еще раз, имеет проработка ваших эмоций и окончательное переживание, скажем так, значит, развода. Это так же принципиально важно. Следующий, не менее, не менее, значит, значимый момент заключается в том, что вы пишете, что нет никого для вас сейчас подходящего, по вашему мнению, мужчину. Значит, для замужества. В таком случае, я вам могу сказать так. Если вы не можете найти себе мужчину подходящего, либо вас до сих пор живет образ вашего первого мужа, который вы не отпустили до сих пор, либо вам брак нужен чисто для удовлетворения каких-то своих желаний, каких-то своих потребностей, и вы присматриваетесь к каждому мужчине так, чтобы, условно говоря, не продешевить. То есть, вы хотите найти в себе некого-некого такого идеального мужа, который бы отвечал, ну, мягко говоря, всем вашим потребностям, всем вашим желаниям. всем вашим предпочтениям, ну, и так далее, и так далее. В этом случае будет правильно, если вы определите для себя такую вещь, как для чего вам брак. Что вы хотите от этого брака, вообще говоря, получить? Что вы хотите в нем полезного для себя извлечь? брак? И когда ответ на этот вопрос будет вами получен, то вы сможете возможно это свое желание, которое вы пытаетесь удовлетворить через брак, удовлетворить мужчины. Важно, чтобы вы подобрали для себя правильные, а главное, адекватные критерии мужчин, которые вам нужны. Приняли бы тот факт, что идеальных мужчин нет. У каждого свои недостатки, у каждого свои проблемы, и если вы смотрите на мужчину, то вы смотрите на него не как на специального мужа, да, а именно как на человека, как на самоцель, как на того, кого вы хотели бы сделать счастливым. И вот именно желание сделать счастливым человека и является определяющим для того, чтобы выстраивать с ним отношения и никак не иначе, никак не по-другому. Это очень важный момент. Момент желания делать человека счастливым. Если вы считаете или чувствуете, что мужчина для вас что-то должен делать, то таким образом, конечно, получается, что вы примитесь его использовать, даже сами того не осознавая, даже сами не отдаваясь себе от шестого, что вы именно это примитесь сделать. Таким образом, я озвучил вам ряд проблемных моментов, которые вам предстоит разрешить. Таким образом, я обозначил направления работы, в которых вам требуется двигаться, в которых вам требуется начинать движение, начинать исследование и возможно терапию, вы можете менее эффективно самостоятельно со всем разобраться, можете выдать эксперта и каждое из этих направлений прямо по пунктам проработать. Все зависит от вашего желания и от того, насколько вы серьезно настроены наладить свою жизнь. Потому что, как вы верно и правильно заметили, для построения адекватных, хороших, равноправных отношений нужно, чтобы человек был независимым, чтобы человек априори не нуждался, не имел потребностей в другом человеке. До тех пор, пока эта проблема есть, вряд ли у вас получится построить нормальные такие полноценные отношения. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. удачи. Продолжение следует...